всем доброго дня наш добрый день начинается сварки яиц хочу сделать салат я много тунца скопилось я хочу сделать салат с тунцом буду разбирать одновременно морозильник морозильник с холодильником протру все что выкину такой у меня день такой мне начало дня здесь тоже сейчас буду мыть разбирать всего много всего накопилось всем привет еще раз салат будет значит яйцо тунец свежий огурец прямо рифма тунеции жигурец картофель и вот думаю либо можно туда добавить кукурузу но не все дети любят кукурузой либо вот так вот все больше ничего там не будет это чисто нам на обед чуть-чуть сделаю ты в образе покажи сзади понятно у нас синдром золушкина полный ночи вообще это настала принцесса потом ты знаешь вчера значит шла 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 и вот эту штуку нашла не знаю что это такое назвать это жерко или что это вот эти ящички пластиковые это железная такая полезная вещь и сейчас помыла в таком отлично можно сказать состоянии стояла никому не нужное а мне нужно и потому что у нас это так сложилось что комодов нету и обзаводиться ими сейчас не планируем а вот это пригодится для всяких мелочей но типа там ту же самую пряжу сложить там нитки иголки все это у нас так лежит не пойми где вот тут например вот у нас это все просто завалено но игры сюда не поместятся конечно здесь у нас лего игры а сюда можно всякие всякую мелочевку ручки там что-нибудь такого плана но потом будем съезжать уже бум отсортировать что-то бросим здесь тоже вынесем что-то с собой заберем думаю много много чего здесь так людям и оставим чтобы не тащиться вот такая вещь хорошая это ящик засовывается все нормально это так поставила сушить после стирки помойки на сегодня youtube сломался смотрим мультики на samsung tv на английском учим английский не нравится хочешь на русском и этот лунчика своего смотреть я не жарко кстати моя голова нормально вроде похоже на валя творит валя сообщила что это я ты будешь раскрашивать чтобы было ярче например сделать мне свекольные щечки яркие а вчера мы правда припоздали каждый уже был это папа это наш папа например на за что портреты могут быть и разными могут быть прям точные копии человека могут там передавать какой-то смысл могут быть карикатурные портреты там еще какие-нибудь чего это мне не хватает после слова карикатура что это решила мне добавить вот так буду красиво это хорошо мы пошли готовить готовить буду вот поэтому рецепт у меня творог не 9 процентов аж это около двух но ничего что есть то есть вот манка сметана это канал и здесь еще не было вот коршикова любовь но это не она это реклама средники в духовке будем готовить творог я уже протерла через свое вот это вот и киевская сетечка и сейчас просто все сюда добавлю мужем она очень быстро готовится они сразу разогревать духовку потому что вот это все сюда быстренько добавляется добавляется сразу перемешивается без вбивания без ничего и все и формочки наполняется у меня здесь у меня здесь бардак так у меня вот такая вот форма на тему заказывала на жиденькая конечно это рецепт на по моему на 12 это я такая красота а ты будешь и щечки сердечками божечки ты будешь разукрашивать нет начало профессионалы ну ладно жире по помню форма он не умеет еще рисовать чтобы скрыть все огрехи она правильно профессионалы так умеет рисовать в черном цвете такая ничего так себе суровая женщина вышла недовольная мать мать перри мать злая а так меня валя видит цараете понимаете ли сырники им творю оказывается я вот такая вот убыдно это меня засвечивает уселась тут хотела рассказать что со вчерашнего дня нашла для себя интересный способ как бы изучение языка как бы потому что речь достаточно простая мне уже давно говорили что можно смотреть любые youtube ролики то есть выбрать какой-то канал по интересам ролики по интересам и смотреть я пыталась найти себе какие-то ролики по интересам забивала там семейные влоги американские как живут семьи какие-то еще но что-то вот вот что-то не то не могла проникнуться то есть это же надо проникнуться блогерам чтобы начать это все дело смотреть тем более на английском но точно должно понравиться на сто процентов чтобы был такой стимул возвращаться к этим влогом желательно вот так каждый день на постоянной основе и вот буквально вчера я забиваю значит в интернете что я забила доллар 3 я забила я же сходила недавно сама в 2 3 и меня заинтересовало что там покупает сами американцы я забила это в поиск и мне выпали самые разнообразные ролики вот я выбрала одну женщину которая ведет так достаточно интересно весело обзора она находит там новинки я думаю то есть это еще и полезное видео то есть можно присмотреть что там обычно я вот тоже перед походом в тот же фикс прайс иногда читала отзывы у людей смотрела там но видео не смотрела тогда как-то вообще youtube мало смотрела но отзывы какие-то читала и когда мы вот так просто заходим в магазин многое просто не замечаем а вот когда ты посмотрел какие-то обзоры ты уже идешь и целенаправленно ищешь данный товар потому что на него есть уже отзыв ты знаешь куда ты его применишь зачем он вообще тебе нужен то есть такой умный поход в магазин ну короче что много говорю я имею ввиду что вот все-таки можно найти в англоязычном ютюбе то что интересует именно тебя у меня вот это казалось оказались обзоры но у нее кстати не только доллар 3 у нее walmart потом я куска видела промелькнул но в основном как я поняла она специализируется на долларе 3 и какие-то фишки на там используют типа такого знаете я купила баночку и я вот придумала ее использовать там под вот это или вот она что-то к ней там прикрепила что-то надо проделала продырявила дырку куда-то подвесила то есть у нее такие интересные еще вещи творческие ну короче можно найти себе и вот так вот таким образом изучать язык говорит она просто речь у нее такая достаточно простая плюс все понятно наглядно на показывает сам товар ты заодно изучаешь как называется то или на этом баночка кружечка ну или такие простые фразы простые слова вот так же можно смотреть обзору костка кто тоже учит английский язык что еще что интересует человека либо там не знаю шопинг какой-нибудь такой одежный там дизайн домов либо отзывы кто хочет переезжать кстати я тоже пробовала кто ищет штаты города можно смотреть что американцы говорят думают про эти штаты может они там живут и показывают рассказывают про свой штат или это плюсы-минусы города какого-то ну там уже сложнее мой лексика будет шопинг это конечно вообще такая начальный уровень но интересно несколько роликов посмотрела единственное что вот к этому такому легкому изучению языка прилагается скажем так существенный минус именно если смотреть ролики про шопинг для меня минусом будет являться то что я заражаюсь идеей о божечке мне же точно нужна вот точно такая же штучка точно такая же вещь я бегу и возможно буду скупать хорошо что доллар 3 от нас далеко в россии когда я читала вот эти все обзоры на товары фикс прайсе я шла и покупала покупала игрушки покупала там всякие предметы быта красоту всякую для дома продукты естественно здесь у меня доллар 3 подальше так что с одной стороны наш семейный бюджет защищен но конечно мотивирует эта женщина вкусно рассказывает смотрите какая у меня баночка это просто amazing а не как американцы так это же это просто что-то вообще невероятное смотрите хочется все бросить и идти покупать нужно быть аккуратным с просмотром таких вот шопинг-влогов вот эта маленькая горка это 4 но правда маленьких цукини дольше жарить дольше жарить чем есть это я сделала соусу чесночок сметана майонез соль и хлеб иногда любят делать бутерброды вот так накладывать сюда и кушать все так у нас перекус а эти мои вот они это уже долго сидят и и и и какие-то не белые не нравится чтобы сидят еще это у меня в качестве подставки служит он уже не цитирует войны все еще стоят вот такие получились сырнички но они на вкус больше как творожная запеканка они у меня слишком мягкие и в общем я их вытрухивала надо было подождать пока полностью форма остынет вместе с ними и некоторые сломались очень такие прям мягонькие получились мало муки видимо я добавила но вкусно все равно будем кушать час как остынут со сметанкой ну это же ты кушаешь вытираешь руки об стулу детям конечно иметь вот такие вот мягкие стулья это так себе история после каждой стирки уже сразу по пятну появляется по серой хорошо постираю снимай вот утаскать их тоже одноразовая после каждого приема пищи все можно снимать и стирать уже свод вот здесь вот здесь и шоколад и мармелад и мармелад и все такое получается раз получилось же нет это слайм производство слайма открыта здесь здесь рисование у нас все еще видимо давали все сразу делаем стало бекон вот у меня он такой в нарезке покупала в волмарте пахнет вообще так обалденно копчененький а зачем достала покажу зачем вот зачем у меня тут наша фирменная вот эта картошечка любимая детьми я думаю можете кусочки бекона так вот так чуть-чуть набросаю либо там как-то смиксую перемешаю чтобы картошечку и картошечка во-первых вкуснее стало хотя она и так хороша и без бекона ну и чтобы как бы вкуснее сытнее часть я еще сейчас заморожу и буду доставать для пиццы например вот можно часть отложить часть для чего для яичницы опять же но сейчас вот парочку буквально чуть-чуть чтобы не сильно жирно было мы жирная не очень любим так вот пару наверно слайсов она тонкая такая полоска не разорвется не так всегда тонко нарезаю чего так берешь тянешь она тебя в руках и разрывается вот еще тончайший бекон красавчик сделала слайм может буквально парочку таких вот полосочек а все их хватит нам пахнет конечно таким копченым сальцом достала заморозить вот эту колбасу написано уже всю порватая джоман огромная черная палка из европейского магазина вот там прям холодильчик видно такая не сухая она сочная но вот они пересолили ее конкретно поэтому уже наелись я заморожу ее захочется соскучится будут кушать приспособила сюда в уголок полочку возле телека поставила наверх цветочки оказалось здесь такой классный солнечный угол ну орхидеи уже не надо бы что она цвела я наоборот по идее в тенек можно туда глубже задвинуть а вот это растишка тоже нормальный солнце после вечером в общем после не знаю после скольки сюда солнце попадает подоконник узкий и не очень удобно и жалюзи тут писал ящички пока что еще не заполняла частично вот здесь у меня тут алмазная мозаика картины будут здесь еще ничего пока пусто чё так нормально офисная конечно стиль офиса возле стола или под столом письменным если высота позволяет вот так тоже нормально такая вкусная картошка получилось на ужин вот это вот запеченная и с кусочками бекона она приобрела вкус копчености и не сильно жирная потому что но я знаю такой рецепт есть где картошку целиком обматывает этим куском бекона что-то еще добавляет это конечно более такое светло жирное блюдо а у нас облегченный вариант и кусочки бекона присутствует и запах картошки картошка в смысле пропахла беконом но не жирно в общем вообще то что надо идеально практически в горку вообще не идется вот это вот горка и все совсем выдыхаешься баптистская церковь там звуки музыки все служение наверно идет сюда прям слышно смотрю садик туле расширяются то ли забор они выше строят вот что это за конструкция такая такая история интересная произошла вот так вот теперь наша квартира выглядит в той части ванна наша спальня свет есть здесь кухня гостиная нет здесь у детей свет есть почему я не знаю пробки вырубила именно в середине так ищем подождите пошли до свете воля открыла впервые вот показываю кто не знает ну вот living room так везде по 20 диспозал 15 товарищи о чем не делать с этим драйер рэндж что это такое вообще я если честно думала я сейчас подойду и сразу пойму что делать подождите вот bedroom ван у нас нету только в living room и кухня где кичин кто-то видит вот кичин ничего не понятно товарищи что делать так а что вот эту просто по виду она все похоже я не вижу что она что-то выключена сейчас раз пол дома отрублю ну я имею ввиду соседи нет это наше микро короче будем пробовать нет но это на кухне и а почему вырубилась главное и кухня с денег румом вырубилась и зал а так тут ничего не нажимается что что-то что-то я не знаю что включили свет тема вышел помог потому что я что-то ну в общем что-то не то явно делала на самом деле не так и сложно включается там нужно просто в сторону в одну сторону другую рычажок повернуть в living room и сразу включается везде в этой средней зоне именно я перед немножечко перенервничала подумала что у меня тут что-то перегорело из техники возможно перегорел кстати вентилятор потому что именно включила вентилятор нечаянно иногда путаю вот эти включать или выключать или там вентилятор один а другой включает свет возможно вентилятор перегорел и все вырубилось чем мини приключения вечерние у нас произошло у нас тут еще просто жуткая атака таракашек всяких разных неприятных в основном в основном теперь только гигантские встречается вчера опять целая охота была у нас на такого таракашку в одной из ванных комнат жутко жутко они еще такие неубиваемые у них такие панцири твердючие короче гадость такая здесь в гостиной я заклеила все рамы скотчем все что у меня там отходило все щели надеюсь хотя бы здесь через подоконник не будет заползать но они появляются периодически в ванных комнатах как они туда попадают я не знаю может быть от соседей как-то переходят или это нужно мелкую сеточку куда покупать и вот эти все отверстия заклеивать тоже ужас идут снова орла и решку силой смотреть теперь начала пересматривать уже самого начала алан бадоев и жанна бадоева 2011 год как вообще давно этого было смотрю как раз нью-йорк